7 октября в Куракинском районном Доме культуры прошел отборочный тур Краевой Олимпиады Народного Творчества среди коллективов южных территорий Красноярского края. Краевая Олимпиада Народного Творчества в Красноярском крае проводится с 2009 года один раз в два года. Учредителем проекта является Министерство культуры Красноярского края, организатором Государственный Центр Народного Творчества, руководитель проекта Анжелика Власова, заместитель директора центра. Сегодня у нас дан старт Краевой Олимпиаде Народного Творчества Красноярского края. Мы уже за два дня проехали две территории. Вчера мы уже были в Красно-Туранском районе. Сейчас мы сюда приехали с Шушенского района. Просмотрели уже пять программ. Южная группа территорий Красноярского края нынче дала старт Краевой Олимпиаде Народного Творчества и под названием «Девиз нашей Олимпиады о спорте имеет». Все мы знаем, что в 2019 году у нас будет универсиада. И мы в преддверии этого решили уже заранее подготовить наши коллективы, посмотреть все самое лучшее для того, чтобы мы все показали наш Красноярский край, наши гости, которые приедут к нам на универсиады. Сегодня здесь, в поселке Гурагина, мы отсматриваем три территории. Каратузский район, Идринский и Гурагинский районы. Подведем итоги, определим, как бы лучше и лучше, и потом уже после всего проведения Олимпиады определим лауреаторов, которые будут приглашены в город Красноярск на сводный концерт победителей 2 декабря на сцену Красноярского музыкального театра. «После Гурагина нас ждут еще шесть территорий Красноярского края. Мы посетим Восток, Запад, Центр, Север. И в этом году также запланировано еще два перелета на крайний север. Это Таруханские и Венкийские районы. Но наш состав экспортной камеры Совета, он, конечно, меняется, потому что территорий много. График очень напряженный. Каждую неделю у нас выезды. Поэтому состав будет чередоваться, но к финалу мы коллегиально соберемся и определим лауреатов». Олимпиада народного творчества на территории Курагинского района проходит второй раз. Впервые это произошло в 2015 году в поселке Большая Ирба. И она стала одним из крупных ярких культурных событий муниципального образования, которое помогает каждому участнику почувствовать сопричастность к судьбе своей малой родины, продемонстрировав свой самобытный и яркий талант и мастерство. Тема конкурсной программы 2017 года, посвященной универсиаде 2019 года, «О, спорт, ты, мир». Потому на сцене было очень много спортивных танцев и энергичных песен про преодоление и победу. Моцческие коллективы Каратурского, Идринского и Бурагинского района открыли мероприятие с задорным номером «Зарядка», зарядив бодростью и хорошим настроением участников, зрителей и членов жюри. «О, спорт, ты, мир». Все программы выступлений были интересными, отличались друг от друга. Основными участниками отворочного тура Олимпиады среди районов по условиям конкурса являются дети и молодежь до 25 лет. Адамчук Алена и Федосина Аня из детского ансамбля «Солнышко» районного Дома культуры очень рады, что участвуют в этом большом конкурсе. «Это Аня, я, Алена, мы в коллективе «Солнышко». Мы не участвуем, мы поддерживаем участников Олимпиады и надеемся на победу». Их сверстница из Каратурского Саша Ващенко – очень добрая девочка. Она желает победы всем. «Я буду танцевать в физкультуру. Я хочу, чтобы мы все выиграли поровну, чтобы мы были счастливы, чтобы каждый победил, победил сильнейший. У кого будет первое место, желаю ему удачи». Эксперты и многие зрители, впервые побывавшие на мероприятии, обратили внимание на высокий уровень подготовки самодеятельных любительских коллективов и отдельных исполнителей. Особенно выделялись выступления хореографических коллективов ансамблевого исполнения Ядринского и Курагинского районов. Хорошее сочетание хореографии и вокальных данных было у участников Каратурского района. Благодарные зрители приняли участие не только в зарядке, но и активно приветствовали юных артистов во время конкурсных поступлений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курагинский район представляли известные в районе и за его пределами коллективы. Образцовый ансамбль танца Рударики, руководитель Наталья Зимцова с танцевальной композицией Люба Русская Коса, акробатическая студия Даст Туит под руководством Марины Поповой, эстрадно-цирковая студия Петражи, руководитель Виктория Львенец, исполнительница Евгения Коростелева с песней «Моя Россия», руководитель Анна Сидорина. Образцовый детский эстрадный ансамбль детства, руководитель Елена Петрова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Образцовый хореографический ансамбль «Страна чудес» под руководством Оксаны Черновой очень старательно готовился к конкурсу. Мы упорно готовились каждый день, практически. Мы очень надеемся на победу и мы верим в это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их танец «Разгуляй» очень понравился членам жюри. Но окончательные результаты конкурса будут известны только тогда, когда пройдут отборочные туры на всех территориях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экспертный совет поблагодарил руководителей коллективов за их нелегкий труд, интересные идеи в постановке и режиссуре номеров. Ценные советы экспертов по повышению и улучшению качества индивидуальной работы с определенными исполнителями руководители обязательно возьмут на заметку. Всем организаторам и участникам отборочного тура Олимпиады были вручены благодарственные письма Государственного центра народного творчества Красноярского края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА